Первые послевоенные десятилетия Поздно обнаруживали низколетящие цели И времени на то, чтобы их уничтожить, как правило, не оставалось Это подтолкнуло ВПК различных стран мира К созданию зенитно-ракетных комплексов малой дальности В 70-х на вооружение советской армии был принят ЗРК ОСА Этот комплекс может довольно успешно бороться с целями, летящими на малых высотах К середине 80-х был разработан и принят на вооружение универсальный ЗРК ТОР Способные защитить себя и свою зону ответственности Не только от самолетов и вертолетов, но и от крылатых ракет и управляемых бомб ОСА спроектирована для борьбы с низковысотными целями Диаграмма обнаружения имеет так называемый изовысотный характер То есть вот обрезана по высоте и дальше она прижата к земле Вот эта высота у ОСА порядка 5 километров Диаграмма обнаружения ТОРа имеет характер лучей Там имеется 8 диаграмм, которые охватывают все пространство по углу места или по высоте Первые ТОРы были одноцелевыми Но уже в 1991 году был принят на вооружение модернизированный вариант этого комплекса Основной вариант ЗРК ТОР М1 размещается на гусеничном шасси Здесь имеется все, чтобы вести автономную борьбу с воздушными целями В состав комплекса входят две радиолокационные станции Станция обнаружения и станция наведения Первая РЛС определяет азимут, дальность и высоту цели Вторая станция использует эти данные, производит захват цели и ее сопровождение В ТОРе применена специальная антенна, так называемая фазированная решетка Которая позволяет одновременно захватывать и сопровождать две цели Что позволяет за полсекунды перейти от обнаружения цели К ее сопровождению Выключенный комплекс может быть приведен в полную боеготовность всего за три минуты В случае необходимости есть также форсированный режим готовности – две минуты В пусковой установке находятся восемь ракет Стартуют они вертикально, затем склоняются в нужном направлении и наводятся на цель Между залпами проходит всего четыре секунды За одну минуту комплекс способен поразить на разных дистанциях до восьми целей Основная задача ТОРа – защищать от авиационных и ракетных ударов Войсковые колонны на марше, аэродромы, мосты ТОР предназначен и для защиты своих старших собратьев Более мощных зенитно-ракетных комплексов Например, таких, как знаменитый С-300 Конечно, этот комплекс и сам может уничтожить эту ракету Но экономически это очень невыгодно Потому что стоимость ракеты ТОРа во много раз меньше, чем стоимость ракеты большого комплекса Комплекс может работать автономно и в составе батареи из четырех машин В этом случае предусмотрен батарейный командный пункт ЗРК ТОР весьма мобилен Его можно транспортировать и по воздуху, и по морю, и по железной дороге Он и сам передвигается довольно быстро По шоссе со скоростью свыше 70 км в час По бездорожью около 30 Искать цели ТОР способен прямо на ходу Короткая остановка и можно произвести залп ЗРК ТОР пользуется спросом на мировом рынке вооружений Несколько установок уже продано в Китай и в Грецию Внимательно приглядываются к нему и другие потенциальные покупатели Во время Олимпиады греки поставили ТОР на охрану Афин И всех олимпийских объектов от возможных налетов террористов Мы знаем об испытаниях ТОРа в Китае Эти испытания превзошли даже наши ожидания Было получено 12 мишеней И на их поражение было в одном случае использовано 13 ракет А в другом случае 12 ракет Возможности модернизации ЗРК ТОР огромны И работы по его усовершенствованию ведутся непрерывно Непробиваемый зонтик ЗРК ТОР В состоянии надежно прикрыть атомные электростанции Химические заводы и другие жизненно важные объекты Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова